Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok То есть настоящее все Поэтому там у Украины это вообще никуда не входит Русь создалась Союзами двух племен Это Русы и Поляни Все, вот к этим двум союзам вот этих племен Уже все остальные Радимичи, Вятричи и все остальные Это потихонечку Киев потихонечку всех Как говорится присоединял Так что Украина Это вообще, это просто, это ничто Можешь загуглить по фактам, как ты говоришь Диграф Оу, что означает? Что означает? Оу, диграф, ну вот этот, Оу, Украина, да? Да, слушай, это вообще никакого отношения не имеет А, ты не готовы общаться по этому? Так зачем ты говоришь? Зачем ты говоришь, если ты не готовы общаться по факту? Слушай, зачем ты говоришь, следべешь с темы, я тебя спросил Диграф Оу, это что? Где, подожди, давайте, стоп, стоп Какие племена Какие племена населяли у Украины? Допустим, тут ты слегнулся, давай Какие племена? Подожди, нет, Акраину, давай, давай Берем у Украина Какие племена населяли эту территорию? Мы общаемся не перебивая, да? Или ты будешь перебивать? Факты, факты, пиши У Украины, какие племена населяли эту территорию? Не перебивай ты, господи, успокойся. Так, короче, значит, есть работа в историка Насонова, Насонова, как его, Арсений Николаевич. Это советский историк, археограф, источник Овет и историк Огеограф. Это доктор исторических наук. У него есть работа, которая называется «Русская земля и образование территории Древнерусского государства». И вот здесь, буквально в третьей главе, он пишет следующие вещи. Значит, тебе, ты хотел, кто там жил, да? Давай, кто там жил, какая тут страница? 45, наверное. Значит, вот. Почему же на юге, в Среднем Поднепровье, так рано образовалось государство, обнаружившее большую жизнеспособность? Почему оно послужило ядром обширного киевского государства? Почему это древнее государство на юге охватывало территорию Киевщины, Черниговщины и Переославщины? Нет сомнения, что имела эта территория, то есть вот эта Киевщина-Переославщина-Черниговщина, служила очагом древнейшей культуры, едва ли не со времен Скифа-Пахарей, обитавших в VI-IV веке до н.э. По обеим сторонам Среднего Днепра. В IV-V веке н.э. предметы с выемчатой эмалью днепровского типа охватывают не только Поднепровье, но и Подесенье. В VI веке н.э. наиболее интересным и содержательным является старый район Скифа-Пахарей, Среднего Поднестровья, бассейна Роси, Десны, Сулы, Сейма и Ворска. Роси, правильно, правильно все. Да, Роса находится как раз таки возле Киева. Именно в этом районе распространяются римские монеты, гончарный круг, выемчатые эмаль и ряд других элементов римско-винской культуры. К такому выводу пришел Рыбаков в специальной монографии о древнерусском ремесле. По ряду признаков, киевская культура генетически связана с культурой Антов с Среднего Поднепровья VI-VIII века. К VIII веку у анских, то есть славянских дружинников, появляются железные кольчуги и железные шлемы той формы, которая со времен становится характерной русской. Что? Где там украинцы? Ну так вот тебе рассказывается, что здесь сначала жили славянские культуры, вот. Позже летописные, это несколько племен. Да, поляне, древляне, северяне. Вот, красавец, наконец-то. А на вашей территории жили финно-угорские племена по антропологу. Подожди, какие наши территории? Ваши территории это Московская, Ярославская, Владимирская, вот эти, короче, территории области, да? Вот, здесь жили финно-угорские племена. Московско-Суздальская, Новгородская, Черниговская, Смоленская. Нет, ни при чем. Черниговская ни при чем. Что дальше, Смоленск или Москва? Черниговская ни при чем. Новгородская, это Новгородская республика существовала до XV века, как отдельное государство, которое обоевало с московским княжеством. Вы к каким племенам относитесь? Ну, открываем мы антропологов, допустим. Допустим, открываем антропологов, да? И читаем же, какие у них выводы по этому поводу. Значит, по поводу украинцев. Есть антрополог Алексеева Татьяна Ивановна. Это советский и российский антрополог, академик Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор, заслуженный научный сотрудник МГУ. Вот она пишет в своей работе, которая называется «Этногенез восточнославянских славян по данным антропологии» 1973 года. И пишет, что на юге европейской части СССР, ну это 1974 год, обнаруживается определенная линия преемственности. Племена степной полосы эпохи Бронзы, исключая Трепольцев, скифы лесостепной полосы и население Черняховской культуры, а дальше Поляне. Поляне антропологически очень сходны с населением Черняховской культуры. Черняховская культура была сформирована каким-то более или менее однородным населением, занимавшим обширную территорию в антропологическом различии между отдельными группами Черняховцев, носят случайный аннигенический характер. В одной из статей я высказала тататата, давай до украинцев. В населении Украины в средневековую эпоху различаются два типа лицевого дела. Массивный у тиверцев – уличий, древлян, волынян и грацильный у полян. Факт большой европеоидности таких племен, как у тиверцев и уличий, древляне и волыняне, свидетельствует пользу более поздних связей этих групп с территорией современной Украины, нежели полян. То есть, вот, собственно, она относит больше все-таки, что какие-то там дальние, да, связи, это как раз-таки относится к этим всем племенам. В то же время про ваши территории. Она пишет, что в отношении Ярославской, Костромской, Московской и Рязанской губерний дело решается сравнительно просто. Основу вятичей и полоских кривичей составляют финно-угорские племена. Славянский элемент в физическом облике средневекового населения очень невелик. В современном... Так вы какое отношение имеете к полянам? Так вот, собственно, вот... Вы какое отношение имеете украинцы к полянам и пруссам? Я тебе вывод антрополога зачитал только что. А вот видишь, вас там не было, ребят. В смысле? Так вот она и пишет, что вот как раз-таки тип лицевого отдела, понимаешь, череп, череп. Вот. Он сходен. Он сходен в некоторой мере, есть признаки. А четвертый череп от моего отмечения? С раскопками вот племен, да, типа, и современными какими-то жителями Украины. Ой, господи, что ты писешь? Киев остался номинально матерью городов русских. Так называли его летописцы. Наряду с ними поделись в таких городах столицы, как Чернигов. Рыбакова я тебе читаю. Переписаны. Чернигов, Владимир Волынский, Галич, Новгород, Смоленск, Владимир Суздальский, Ростов, Полоск, Рязань, Туров. При чем здесь Москва? Что мы при чем Москва вообще не понимаем? Москва вообще при чем? При чем Москва? Москву кто построил? Ты что-то слетел резко, не понял, ты куда? Не, подожди, ты говоришь, что мы относимся к московитам. Москву кто построил? Кто построил? Она в Золотой Орде стоит как город. До этого, а то последняя Кучкова. Золотая Орда была за там, в степях. Золотой Орды никогда в Руси не было. И платили ей дань все вот такие московские. Платили, да, но Золотой Орды никогда в Руси не было. Была, конечно. Киев, когда в 1240 году сожгли Золотая Орда, как ты говоришь, боты напрочь. Куда столица переместилась? Какая столица? Русь перестала существовать, ты что? А куда она делась? Ты знаешь, что такое период Киевской Руси? Подожди, 1240 год. Ну, период Киевской Руси. Куда вы делись? Он закончился, он закончился, 1240 год. Подожди, а вы тоже закончились? Мы не закончились. А куда вы делись? Ну, вот, есть лесостепная полоса. Лесостепная полоса. Столица Руси какая стала? Блин, ты понимаешь? За им внуком ездили, чтобы... Ты понимаешь, что не было столицы Руси? Потому что Руси уже не существовало вообще. А что существовало в 13 веке? Что существовало? Существовало у Рус Джучи, который, собственно, собирал дань с захваченных земель. Подожди. В 13 веке что существовало? Вот эта аязань упала одна из самых первых под их как раз таки атакой. Какое государство существовало в 13 веке на вашей территории современной? На нашей территории? Ну, у нас было несколько тогда государств. Это Золотая Рода, Великое Княжество Литовское и Королевство Русь. Королевство Русь было на западе Украины до 1340 года. Великое Княжество Литовское отбило земли украинские, там, Киев, да, Переслав Чернигов, после битвы на Синих Водах в 1360 году. Но до этого оно отбило еще Киевщину в 1323 году на битве при речке Ирпень. А еще раньше, там, в 1280-х, тоже там Киев, но как бы он уже не укусился. Ты о чем говоришь? Вот все... Киев сожгли, Киев сожгли. Вы куда делись? Ты не понимаешь, про что я говорю тебе? Я тебе простой вопрос задаю. Киев сожгли в 1240 году. Вы куда делись? И что, Киев это все население или что? Я не понимаю. Это все население? А теперь давай. После Киева какой стал столицей город? После Киева, когда его сожгли? И он больше не восстановился никогда, как столица. Не восстановился? Он восстановился уже через 10 лет. Он не восстановился, как столица. Еще раз тебе говорю, как княжество. Оно не восстановилось больше никогда. Конечно восстановилось. Какое следующее, какое княжество было? Этот... Загубли, загубли. Почитай, Гиома Дарубрука. Кто такой Юрий Долгорукий? Так, давай, не скакай по темах. Давай. Это все рядышком. Все рядышком, да. То есть, какаешь по темах? Ты дела Батыи, Долгорукий, летаешь по столетиям спокойно. Смотри, значит, вещь такая. А ты говоришь, Киев уничтожили, нету ничего. Так, почитай Гиома Дарубрука. Он как раз таки ехал. Ехал, он был в Киеве. 1200... У него там путешествия было. Господи, вспомнить бы. 1251 вроде год. Он побывал как раз таки в то время в Киеве. Он говорит, что, да, город, конечно, пострадал сильно. Но остались все храмы. Все как бы этот. Но, да, домов осталось мало. Типа, там, где живут люди, там 200 домов осталось. Ну, в принципе, город существует. То есть, он живет дальше, потому что все эти люди, все эти люди, да, там, женщины, дети. Они же, когда штурмировали, там, на охране этого города остались мужчины, как обычно, да, как мобилизация. Хоп, остались защищать город. А всех, там, поотправляли, там, дедушкам, бабушкам, все, куда-то туда. Попрятали, типа, в этот лесостепную, там, ну, короче, по лесу, там очень хорошо, что там леса. И там, собственно, татарская конница не проскочит. Вот такие, то есть, вот. А потом, когда эта орда, значит, прошлась, да, вот таким пламенем назад вернулась. Вот уже просто платить дань. Только вот сюда вернулись жители и спокойно себе развивали город. Хоть, конечно, он и не был так велик. Столицы, столицы никакой не было, понимаешь? Никакой столицы не было. Столицы не было, потому что Руси не было. Она перестала существовать. Столица в Золотой Реде был сарай. И в этот сарай, собственно, ездили ваши, там, московские и так дальше, вот этот калита, который вашу Москву почал его сдвигать. Он ездил за ярлыком, он возил дань вот этому хану. Он был его как баскаком. Вот и все. Никакой столицы ничего. За что вы говорите, типа? Какая столица? Там государство было Золотая Реда. На всех... Открывайте карту буквально. Карту этого Англино Дульцерта. У него карта 1339 года как раз таки. И там на этой карте есть Рутения на территории вот как раз таки современной Украины. И вот, собственно, на территории их там Тамги и плюс Хан Узбек сидит такой красавчик. Никакой. Ну это бред полный. Человек говорит, по факту мы общаемся. А по факту он не хочет ничего в Гугле. Я ему зачитал выводы историков-антропологов, ему плевать. Ну, в принципе, что он ему ожидать? Что такого человека можно ожидать, в принципе? Ну что, понравилось видео? Тогда не забывай подписаться на мой YouTube, Telegram, Instagram. А также за возможность поддерживать меня на Patreon или реквизитах, что находятся в описании под видео. Дякую.